Сибирский федеральный округ лишился сразу двух регионов. От него отошли Бурятия и Забайкалье. И теперь они в Дальневосточном округе. Указ президента датирован субботой 3 ноября и тогда же он вступил в силу. Причина преобразования в документе не названа. Новый глава Забайкалья Александр Осипов поддержал решение президента, отметив, что теперь у жителей края будет право бесплатно получить Дальневосточный гектар. Добавим, Осипов возглавил край в октябре этого года. До этого он работал в Минвостокразвития. Эксперты вовсю высказывают свои мнения по поводу таких территориальных изменений. Некоторые аналитики полагают, что Бурятию и Забайкалье перенесли из Сибири в Дальневосточный округ с целью активнее привлечь китайские инвестиции и туристов. Другие считают логичным указ Путина, поскольку социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона уже давно проводится в рамках одной программы. Так сказать, Бурятия и Забайкальский край и так тяготеют к Дальнему Востоку. А теперь уютно вписывается в ДФО, оформляя его образ в геометрическом плане. Такое решение может повлечь реорганизацию в научной сфере. Если сейчас наука в Забайкале подчиняется сибирскому отделению РАН, то теперь может перейти в подчинение ДВО РАН. Это плюс. Кроме того, теперь будет удобно с точки зрения транспорта. Дальний Восток становится крупным хабом. Аэропорт Хабаровска свяжет все эти регионы. Будем чаще ездить к ним, а они к нам. Эксперты также отмечают, в краткосрочной перспективе жители регионов не заметят существенных перемен. А в долгосрочной такое решение может стать толчком для развития бизнеса в ДФО. Решение связано с необходимостью распространить на них особые экономические режимы, которые предусмотрены для инвесторов на Дальнем Востоке. При этом на макро уровне это укрепит статус полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Кроме того, тот факт, что президент показал, что округ не является стабильной единицей, может прирастать, стимулирует обсуждение вопроса о переносе столицы Дальнего Востока. Напомним, центром ДФО с момента его образования в 2000 году является Хабаровск. Глава Приморья Олег Кожемяка ранее заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Между тем, глава Бурятии Алексей Цыдьянов заявил, что данное решение открывает перед республикой новые возможности и перспективы. При этом он подчеркнул, что в Сибирском федеральном округе Бурятии тоже было комфортно. А вот жители Бурятии начали сбор подписей под интернет-петиции с призывом вернуть республику в состав Сибирского федерального округа. Авторы полагают, что схемой получения земли в первую очередь могут воспользоваться жители соседнего Китая. А вот жители Забайкалия смотрят на изменения с хорошим настроением и надеждами. Забайкаль сейчас испытывает отвратительные времена, переживает, поэтому любое изменение пойдет на пользу. Ну и конечно, я искренне надеюсь, как и многие другие жители Забайкалия, на то, что ваши знаменитые приморские продукты, они станут гораздо более легкодоступными для нас и мы будем их лопать гораздо чаще. Присоединение Забайкальского края к Дальневосточному федеральному округу, я думаю, скажется благоприятно на развитии нашего края, на социальном развитии, на экономическом развитии. Думаю, что будет все хорошо. После изменения границ в составе Сибирского округа теперь 10 регионов, в то время как территория Дальневосточного выросла до 11. Конечно, жители Владивостока и всего Дальнего Востока, скорее всего, серьезных изменений не почувствуют. Однако для Бурятии и Забайкалия присоединение к ДФО может открыть новые перспективы. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.